Знаете, чего у меня больше всего не хватает? Клипсы! Потому что когда его таскать на кармане, ну как таскать, если клипсы нет? Ну неудобно, он там болтается, всё такое, может быть, конечно, темлячок подвесить или карабинчик, и как-то так его носить. Даже не знаю, без клипсы, вот прям это не спайдерка. Нужна клипса этому ножу! Привет! Сегодня хочу с вами поделиться своим опытом по вот такому вот ножу. Дело в том, что спайдерка совсем скатились, спайдерка уже вообще не те. Да, они делают красивого паучка на клиночке, они пишут надпись спайдерка, и это оригинальный нож спайдерка. Но дело в том, что он даже в железной коробочке поставляется. Но дело в том, что это впервые нож спайдерка, который настолько отвратительно режет. Он вообще не режет. Впервые я держу в руках нож спайдерка, который не лихо, не бреет, вообще никак не режет. Это просто какой-то трэш и ужас на самом деле. И нужно понимать, что спайдерка вообще-то раньше писали, какая марка стали у них на клиночке. VG-10 они писали, CPM-S30V они писали. Да много что они писали. Здесь они тоже что-то писали, а тоже здесь у нас S30. В общем-то, они писали, они как-то заявляли что-то. Здесь же они стыдливо промолчали. Даже про то, из какого дерева сделан этот нож. Вот как-то так. Но дело в том, что нож, конечно же, интересен и уникален. Во-первых, тем, что сведения и обух у нас совпадают. То есть, это 3,3, что здесь, что здесь. 3,3 мм по сведению я таких ножей не встречал. У меня топор сведен тоньше. На самом деле, не все потеряно. Я думаю, что можно попробовать что-то из этого сделать на самом деле. Точилки-то у меня есть различные. Вот, и вот здесь вот придать ей режущую кромочку, чтобы ножичек все-таки что-то начал резать. Зато никакие рамки металл-детекторов не будут звенеть. Вот, есть свои плюсы. Однако, спайдерка вообще какие-то странные ребята в этом вопросе. Потому что они пишут, что данный нож предназначен для возраста 7 лет и старше. Я не пойму, неужели 7-летние американцы, ну, как сказать, им даже не 7, а старше, 8, 9, 10-летние, им в руки нормальный нож дать нельзя, что ли? Им только вот такой нужно давать? Не знаю, очень странно. Дело в том, что даже, мне кажется, 3-х летнему ребенку, ну, еще куда не шло, ну, и то уже можно под присмотром доверить металлический нож с нормальным клиночком. Я думаю, что твердо здесь они стыдливо умолчали, потому что она менее 10 единиц пошка Ле Роквелла. Каких-нибудь там, небось, 2-3. Я даже не знаю. Кстати говоря, если кто-то из вас вдруг знает, сколько единиц пошка Ле Роквелла у такого клиночка, напишите. Мне, правда, будет очень-очень интересно. Дело в том, что на сайте у официального дилера Спайдерка сейчас 10 модификаций этой модели Драгон Флай. И я не мог, я считаю, пропустить мимо себя вот такую вот самую трэшовую модель. Вообще, начало выпуска модели Драгон Флай датируется 1994 годом аж. В ту пору компания Селла Глессер, основатель компании Спайдерка, активно реализовала концепцию Little Big Knife. То есть, малого-большого ножа. То есть, ножа такого, который, невзирая на маленькие, небольшие размеры, мог бы по достоинству справляться с задачами, возлагаемыми обычно на ножи, которые заметно больших габаритов. То есть, как бы вот такая концепция. Ну, в общем-то, EDC ножа, по большому счёту. Сейчас это так и называется. То есть, чтобы это было удобно носить, но чтобы справлялся со всеми функциями. Фишкой Драгон Флайа модели, в принципе, является то, что он, с одной стороны, компактный. Всего лишь 58 мм длины клинка. Это вот прям вот отсюда и вот до вот сюда. Я прям замерил. И, кстати говоря, 10 грамм. 10 грамм по весу. Таких лёгких ножей, наверное, я не встречал никогда. Тем более, учитывая его, ну, не настолько маленькие габариты. Вроде бы, да. То есть, в общем-то, некоторые джентльменские ножички имеют примерно там схожие габариты. Но весят куда больше. Вообще, если мы посмотрим, например, на, допустим, спайдерка Эндуру, ну, конечно же, она уже будет существенно больше. Вообще, мне есть с чем сравнить. Это далеко не все ножи, которые сейчас даже у меня в наличии. Просто не всё в кадр помещается. И стоит отметить, что с эргономикой здесь всё действительно хорошо. То есть, в общем-то, если вы искали в ноже эргономику и цените эргономику, то вполне себе брать можно. Все пальцы помещаются на рукоять. И действительно, это очень важно. То есть, если даже у вас маленький клинок, но неудобная рукоять, то вы мало что этим клинком сделаете. А вот если у вас удобная рукоять, и пусть будет даже коротковат, так условно говоря, клиночек, то всё равно очень многие задачи по очистке различных фруктов, овощей, где-то открыть упаковочки, в основном то, что мы используем в городском ноже, где-то там заточить карандаш, условно говоря, всё это можно сделать. То есть, на самом деле, в основном вот сейчас, в городе, в современном, там перочины и ножи не нужны, но открыть какую-то упаковку, раскрыть какую-то упаковку, очень часто пригождается нож. Раз. Ну, второе, в общем-то, действительно, где-то там в случае обед, ещё что-нибудь такое, подрезать какой-нибудь себе там фрукт, овощ, что-нибудь такое. Ну, в общем-то, почему бы и нет. Помидорчик там, почистить яблочко, что-то вот в таком духе. Запросто. И нож должен быть компактный, но с удобной рукоятью. Компактный, действительно, дело в том, что есть жёсткое законодательство в ряде стран, касающиеся оборота там холодного оружия и всякого такого, и то, что относится к холодному оружию, к запрещенному к обороту, то, само собой, вот такой нож вообще во всех странах абсолютно легален. С ним можно летать в самолёте, с ним можно летать в космос, с ним можно летать, плавать и делать всё, что угодно. И ничего абсолютно никто вам не скажет. Это уникальный фолдер Dragonfly, на самом деле. Нет, ну, в общем-то, стоит понимать, что здесь, конечно же, это интересно то, что нож, с одной стороны, деревянный, но посмотрите, у него работает вся механика. То есть, мы нажимаем на замочек бэклог, то есть, вот, можем, в принципе, и без нажатия. То есть, мы раскрываем вот этот ножичек. Кстати, к раскрытию тоже есть претензии. Так плохо ножи от спайдерка, наверное, у меня никогда не раскрывались. А иногда ещё этот штифт выскакивает. Это я сейчас поправил, как-то машинально уже, по привычке. Смотрите, то есть, замочек у нас держит, нож на пальце не складывается. Вот, и, соответственно, вот так тоже, кстати, к сожалению. А нет, 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 смотрите, даже сложился, даже вот так, то есть, всё шикарно. Вот здесь у нас всё чётко по центру, посмотрите, даже прям со скрипом входит. О, всё, штифтик у нас выпал. Вот это, кстати говоря, проблема, наверное, всё-таки моего конкретно экземпляра, потому что периодически этот штифтик выпадает. Но давайте, раз уж штифтик выпал, воспользуемся случаем и полностью разберём этот нож. То есть, за штифтиком приходится приглядывать. Все эти штифтики идут здесь у нас в комплекте. Само собой, в отдельном пакетике. Сейчас я их повыдавливаю. Всё собирается, разбирается без помощи какого-либо инструмента совершенно. Посмотрите, как это всё выглядит. Вот он, получается, замок, бэклок, коромысло замка. Вот здесь он замыкает клиночек. Ну и, соответственно, у нас получается, я забыл, как это называется, бэкспейсер. Вот, бэкспейсер у нас здесь деревянный. Отверстие для темляка присутствует. Как будто бы темлячок будете вешать на такой нож. Но мало ли, конечно же, я не знаю, насколько вы вообще ножевой маньяк в этом вопросе. Ну, ножичек, смотрите. Вроде бы тут как бы и сказать такого, да. Но, с другой стороны, мне кажется, что очень интересно для какого-то любителя-оценителя-коллекционера. Чисто вот такой вот по приколу называется, да, нож. На самом деле, мне, например, вызвало улыбку. И приятные впечатления, на самом деле, произвёл нож. Запах очень приятный. Запах, причём, знаете, запах, во-первых, дерева, а во-вторых, такого костра. Такое впечатление, что они обжигали вот это всё. Прямо на огне, на углях. Вот как будто вы шашлычок себе жарите. То есть, вот у меня, по крайней мере, какая-то вот такая ассоциация по запахам, которые я, по крайней мере, почувствовал в этом ноже. Мне лично было очень приятно. Ну, и вот не то, чтобы было и сейчас. Если принюхиваешься поближе, подносишь к носу, то, соответственно, всё это очень интересно пахнет. Вот он, получается, замочек замыкает. Всё сейчас я когда соберу полностью, вот эта даже часть вот так подгонится и будет даже более чётко, чем в данный момент. То есть, всё это вот сейчас очень-очень чётко даже должно попасть. Ну, надо только ещё попасть сейчас во все эти штифтики. Вот, сейчас аккуратненько попадём. Так-так-так. Попробуем в режиме таком, в режиме тут же на видео всё это попасть. Сейчас попадём обязательно. Я думаю, что никуда не денемся. Немножко вот здесь прижмём замочек. Да, всё, попали. И вот этот штифт, кстати говоря, сейчас мы, может быть, другой штифт поставим. Может быть, он не будет выпадать. Возможно, тот штифт как-то... Нет-нет. Ну, как он, не то чтобы прям... Он сам не выпадает. Но иногда вот с каком-то нажатии, видимо, он расслабляется. Вот. И не справляется полностью с тем, чтобы вот удерживать. Ну, а так, в принципе, вот раскрываем. Всё собрали. Всё вот так вот прикольно. Мне очень понравился паучок. Честное слово. Очень понравился паучок. Структура клиночка такая. Паучок как сделан. Но посмотрите. Ну, красота. Красота на самом деле. Вот он объёмно выжжен. Он не просто даже выжжен. У него все эти лапки такие объёмные. Очень классно. Вот в этом вопросе прям вообще зачёт. Ладно. Бэклог. Да. Официальный дилер спайдерка. Будет ссылочка в описании под видео. Нож производится в США. Прямо здесь made in America. Вот. Или они под Америкой что-то другое подразумевают. Но я думаю, что всё-таки США. Вот. Вот такой вот ножичек. Вот такой вот чехольчик к нему идёт. Классный. Он помещается в этот чехольчик, само собой. И там в сложном. А вот штифтик опять хотел выпасть. Смотрите. Штифтик хотел выпасть. Я его вовремя заметил. Помещается в этот чехольчик. Хранится. Да. Есть вот такая вот инструкция, само собой, по сборке. Вот. Сказано про материалы. Вот. Что из дерева, а что из стали. Но классно проходить в любую инстанцию абсолютно куда угодно. С таким ножом. И потом вы говорите. С ножом я прохожу. Везде. Вот. Не расстаюсь со своим ножом нигде. Даже там, не знаю, в самолёте и так далее. Вот. В общем-то, все ножи, которые вы сейчас видели, либо были на обзоре, либо будут на обзоре в ближайшее время. Эти ножи уже бывали на канале. Вот. Соответственно, вот эти ножи будут на канале в ближайшее время. И ещё будут ножи. Вот. Подписывайтесь. Смотрите видеоролики. Стоимость этого ножа, ну, сложно оценить. Насколько она вообще, ну, справедлива. С одной стороны, это США. Да. С другой стороны, это игрушка, деревянный нож. С другой стороны, он стоит доступный. Это, наверное, самый доступный Спайдрик вообще из всех. Ну, или, по крайней мере, один из самых доступных. Ну, сложно сказать. Вот. Это, конечно же, нечто особое. Это такой вот коллекционный экземпляр. Реально. В общем-то, надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо всем, кто поддерживает своими лайками. Всем вам огромной удачи. Всем счастливо. Всем пока. Я получил удовольствие от того, чтобы познакомиться, что же такое деревянный нож от компании Спайдрик. Применение ему, ну, такое сувенирное. Сувенирное применение. В принципе, почему бы и нет в качестве такого сувенирчика, который работает, движется и все такое. Вот. Почему бы и нет. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока.